Панк студия Коробок представляет И сегодня у нас в студии в гостях, как всегда, Максим Игоревич Василий Михайлович, добрый вечер Добрый вечер, добрый вечер Всем привет Всем здравствуйте Ну вот, у меня, соответственно, есть вопрос первый Какой сегодня будет анекдот? Молодая девушка приходит в библиотеку сдавать книги Сдаёт книги, там серьёзно такая библиотекарь состоит, проверяет книги Девушка, у вас задержка Девочка так краснеет Ну я подозревала, а вы-то откуда знаете? По поводу вот этих старых библиотекарей и библиотек Это, вот, не соврать, я одну книгу задержал на 7 лет И такое бывает, на самом деле бывает, да Вот, как я понял, сегодня у нас тема о книгах Всё верно Да Дорогие друзья, дело в том, что есть два типа книг О нашей истории, нашей с вами предков Есть откровенная фэнтези и говно на момент Велесовой клиги Славян-арийские веды Сварок наш бог! Да, вот это вот странная вещь, где вообще все славяне понамешаны А есть книжка, я прям видел название Гей, запятая славяне Да, гей-славяне, вот это всё дела Спасибо, не дефис Ну и, конечно же, боевые традиции древних ариев Обзор на которые мы сделаем как с адептами исторической хемы, так и, собственно, просто фехтование, борьбы и всего остального Если получится, даже получится тренера из МВД Как ты понимаешь, есть книжка такая Сделайте колу Колу Так вот, есть книги правильные О правильных книгах нам сегодня расскажет Сирвальдер Да, я тут сидел как-то думал, мы пилим контент Сейчас, давай сделаем ещё анонсик такой прикольный Всё равно видос выйдет этот раньше Мы начали серию о крестовых походах Ролик на 10 минут выйдет ещё на моём канале Тут же в этот же день выйдет, наверное, первое часовое видео О крестовых походах О вообще движении европейцев к Святой Земле Вот, выйдет на канале Мы уже записали первый ролик Сегодня запишем, кстати, большой второй Вот Или по счёту это будет третий Ну, в общем, мы сделаем ещё плейлисты Где это всё будет собрано воедино И будем вам рассказывать И сидел я, думал Опять же, мы тут рассказываем больше про всякую расчленение Про всякую жесть уже Народ спрашивает о многом Он спрашивает о эпидемиях болезней О орудиях смертоубийства друг друга Ну, естественно, что-нибудь интересное Типа про гонцов и так далее Ну, мы просто будем немножко разбавлять контент То есть я хочу всё-таки за ближайший месяц Мы закроем и добьём тему итальянской детской жестокости Наконец-то Ну, мы практически её закончили Хотя выходит в целом интересно Я так смотрю, последний ролик отлично посмотрели Да не то слово, на самом деле Многие тематические каналы как раз-таки Прям берут это как источниковую базу Ну, а почему нет? Хорошая тема Чёрный доктор, здравствуй При этом нужно учитывать, что этот материал Он в России на русском не опубликовался Мы опубликуем его впервые Я опубликовал только три части статьи на русском Остальное я опубликую по завершению цикла Весь материал я перевожу и готовлю самостоятельно, естественно Вот, и я что-то сидел так думал, что мне хочется немножко ещё нырнуть в 13 век Который у меня основной И я знаю о нём больше всего И в целом он мне интересен больше всего И подумалось мне И, заходя из последних вопросов под несколькими роликами Очень многие спрашивают, что же почитать, чтобы так вот нырнуть в эпоху Погрузиться немножко Можно нагрузить сразу огромным количеством научной литературы Но я прекрасно понимаю, что любому даже реконструктору Грубо говоря, там, из 100% реконструкторов Интересна научная литература не более 2-3% людей Ну, вот, объективно, так глубоко Как бы 2-3% это, я считаю, даже много Если от общей массы в 100% считать Но иногда что-то почитать хочется Иногда ты вот не можешь определиться, какой эпохой заняться 14 веком, 15 веком, ранятиной, тренахой, шестнахой, семнахой 20 веком, то есть, может, Первую мировую сделать То есть, разное всё есть Один из вариантов вхождения на фестиваль Смотреть просто по внешнему виду Другой вариант читать книги Вот спрашивали тут у меня давеча Чё бы такое почитать Чтобы понять, интересна ли эпоха высокого средневековья То есть, вот, 13 век Это уже не ронятина Это не позднее средневековье Это высокое Красивое, хорошее Чё? Ты что там делаешь? Я пытаюсь сделать рэперскую проспальцовку 14 века Но, походу, надо делать по-другому Оставим это для выпуска про детей Да Так вот, сегодня у нас будет топ-5 книг Причём, он очень интересный Я его сделал так, что он топ и с первой по пятой И с пятой по первой В зависимости от того, что вам будет интересно И в какой ключ вы хотите погружаться Ну, сейчас всё объясню Начнём мы с книги Которая вас может за один вечер буквально Погрузить в мир 13 и 12 века Чтобы так вот прям вот сразу понимать Где, как, зачем и почему Это книга Эдмон Фораль Повседневная жизнь в эпоху Людовика Святого Книжечка маленькая, компактная Продаётся сейчас регулярно Причём переиздаётся Ты видишь, она у меня зачитанная уже Просто до дыр зачитана Издательство Евразии её переиздаёт Она издана вот в маленьком формате Есть формат чуть побольше, как обычно Книжка, но в два раза тоньше Да, мы будем зачитывать сейчас фрагменты Давайте просто, я хочу, чтобы ты зачитал Я уже попал на всё же роскошное Ну давай Курные туфли, украшения росписью Или отделанные золотом головные уборы Высокие, как башни или искусно сделанные прически Быт и нравы В чём интерес Так, у меня тут просто гора книжек Вот В чём Ну давай их сюда Так, сейчас мы технически переложим А то мы тут Не палим Панк-студия Коробок Да Значит, смотрите, друзья В этой книге собрано, в принципе, всё, что вам нужно для того, чтобы создать романтический, немного романтический, но в то же время и суровый бытовой образ, например, Парижа 13. Это один из самых развитых городов в 13 веке, один из самых интересных, наверное, городов Плюс, можно посмотреть несколько наших роликов с Василием, где мы рассказываем про ремёсла Парижа И у меня есть тоже, ну, все ссылки, как всегда, я сейчас закреплю здесь И узнать не только жизнь, например, тварянства, рыцарства, но и жизнь, например, смотри, простого народа внезапно Простого пейзан А сейчас мы с тобой, знаешь, как сделаем Я тебе буду давать фрагменты некоторые, прочитать Чтобы люди просто начинали понимать, о чём в этих книгах говорится И, собственно, о чём и каким языком говорится Это очень важно Когда вы пытаетесь почитать книги Я открываю сразу хайповое, ну ты понимаешь, да? О, ты опасен, нас отменить за это могут Могут, могут В общем, смотрите, друзья, каждая книжка, она написана в своём стиле Именно эта книга написана в очень лёгком полухудожественном стиле Но при этом здесь, по-моему, больше трёхсот или четырёхсот ссылок на прямые источники, которые можно почитать Это, с одной стороны, художественный труд, с другой стороны, это и научная хорошая работа В общем, один вечер, и книгу вы прочитываете, она маленькая Василий, ваш выход Я дико извиняюсь, потому что я всё ещё болею, но Глава шестая Положение женщин Один просвещенный рыцарь, имевший вкус к морали и философии И писавший в середине XIII века Его звали Филипп Наварский Познакомил нас со своими взглядами на обязанности женщины и заботы, налагаемые её воспитанием Первый добродетель, который следует обучать девушек, пишет он, это повиновение Ведь женщины созданы для того, чтобы повиноваться Читай, читай Далее Им следует прививать другие добродетели, вытекающие из главной Приучая их не быть ни дерзкими, ни ветренными, ни завистливыми, ни растащительными Когда они дерзки на словах, им будут отвечать в том же тоне А когда дерзки в поступках, с ними станут обращаться так, как эти поступки заслуживают Когда они ветренны, они будут болтать с людьми всякого рода А с такой болтовни слишком часто начинаются весьма неприятные приключения Когда они завистливы, они способны даже продать себя, чтобы добиться желаемого Когда они расточительные, они разорят свой дом Что дурно для них, потому что Щедрость добродетели мужчины, а не женщины Кто-то у нас так много альфонсов Ладно, на самом деле там далеко не вся такая книжка Такие нравы в 13 веке Как хорошо, что не те времена Тут самое интересное, что это прямые цитаты из Филиппа Наварского То есть здесь очень много материалов, которые являются прям прямым переводом Источников оригинальных 13-го либо 12-го века Но давай немножко обратимся еще к моменту, чтобы все прям понимали, что в этой книге есть Например, чтобы стать ремесленником, надо было сначала пройти этап ученичества По крайней мере для большинства ремесел Ведь некоторые из цехов, как мерщики жидкости и разносчика вина Которые были скорее служащими ратуши, чем мастеровыми или старьевщиками, перепродававшими вещи Не производили учеников и не имели учеников То есть смотрите, здесь буквально в нескольких страхах, в нескольких главах Развестена вся жизнь по самым верхам, по самым основам То есть можно почитать вот то, как образно и куртуазно в знати, например, видели положение женщин А можно открыть главу про виланов и виланок То есть про простых крестьян И почитать про их нравы и их обычаи То есть со всех сторон, в общих чертах, показана жизнь, грубо говоря, города Парижа и его предместий Это очень здорово и интересно В общем, смотрите, одной книгой вы можете целиком, буквально целиком Погрузиться в мир 13 века и понять, какой он все-таки был Причем не только в мир нравов, в мир людей, но и в мир учебы То есть в мир университетов, в мир духовенства и религии А самое главное, в мир зданий, строений, в мир войны, сражений и в мир крестовых походов То есть представляете, какая тут гремучая смесь В общем, одна книжка, один вечер, и вы начинаете понимать, что же такое 13 век И почему он так сложен и многогранен Если вы ее прочтете и вам, соответственно, понравится Наверное, надо переходить к чему-то более серьезному Ну и, возможно, к чему-то более такому юморному Но в то же время серьезному То есть это довольно сложное сочетание Юморное и серьезное Дай мне, пожалуйста, красную книжку Это, да? Да О, да-да-да-да-да-да-да-да-да Собственно, это вообще настольная книга любого любителя 13 века Жан де Жуанвиль Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика Эту книгу мы показываем, мы рассказываем, наверное, в каждом втором нашем Я даже в тиктоке про нее рассказывал Ну, слушай, да, эта книга, меня, кстати, многие не любят за то, что я постоянно говорю про Жуанвиль Но, ребят, это живой 13 век Это база Это база, да Чтобы вы понимали, гражданин Жуанвиль, он родился, по-моему, в 1224, ну что-то такое То есть начало 13 века, а скончался он в конце долгого 13 века, то есть в начале 14 века Мужик в 90 лет ездил на войну с фламандцами, если что Вот Собственно, эту книгу он писал и дописывал как раз в конце долгого 13 века Человек прожил фактически больше 70 лет 13 века, он наблюдал своими собственными глазками Он сходил в крестовый поход, в 7 вернулся из крестового похода Он был при короле, то есть это синишаль шампани Человек высокого образования, очень интересного такого материального склада ума И в этой книге, кроме того, что вы найдете интереснейшую, замечательную просто приключенческую историю О том, как наш король и как сам Жуанвиль путешествуют в крестовый поход Вы еще найдете очень много простых материальных вещей К ней перечислено, сколько метров сукна он купил, какого сукна он купил, кому он купил шелк на подкладку и почему Как он, например, взял Топхельм короля и почему Топхельм исчез и что у Жуанвиля резко через два абзаца появилось Это очень интересные моменты, то есть давай без спойлеров здесь, если ты еще не читал Вы узнаете историю некого клирика, который смог пропутешествовать в Святую Землю очень хитрым способом А самое главное, выжить там и вернуться Вы узнаете о том, какой была настоящая феодальная война за мельницу И такое случалось Пацанские разборки, вот действительно Вы узнаете, как правильно задавать вопросы за шмот в 13 веке Поясни за шмот Вот Вы увидите одного из самых интересных правителей в 13 веке, который был со стороны живой, со стороны человеческой Это Людовик IX, который впоследствии будет Людовиком Святым Вот в этой книге все есть Кстати говоря, на обложке вот здесь вот изображен, собственно, Жуанвиль Жуанвиль презентует книгу Филиппу IV Красивому Уже королю Франции, соответственно, в начале 14 века, в конце долгого 13 века, потомку Людовику Святого Вот На Пасху в год 1248 от Рождества Христова созвал я своих людей и вассалов в Жуанвиль А в пасхальное на вечере, когда собрались все люди, коих я пригласил, моя первая жена, что была сестрой графа де Гран-Пре Родила мне сына Жана, Сира де Ансервиля Всю эту неделю мы праздновали и танцевали Мой брат Сир де Вакулер и прочие знатные люди, которые были там, устраивали по очереди угощения в понедельник, вторник, среду и четверг В пятницу я им сказал, сеньоры, я отбываю за море и не знаю, вернусь ли Подойдите же, если я нанес вам какой-либо ущерб, я, как обычно, возмещу его поочередно всем, кто пожелает что-либо потребовать от меня или моих людей Я заплатил, сколько они, собравшиеся все вместе, порешили, и чтобы не оказывать на них давление, я ушел с их совета А затем принял безоговорочно все, что они постановили Поскольку я не хотел брать с собой ни одного неправедного денье, то я отправился в Мец, в Лотарингию и заложил там большую часть своей земли И знайте, что в день, когда я покинул свой край, направляясь в святую землю, у меня не оставалось и тысячи ливров дохода Ибо мадам моя матушка была еще жива Итак, я поехал во главе девяти рыцарей, причем я и двое из них ехали со знаменами Книга супер интересная, не пугайтесь Вот этот объем, чтобы вы поняли, сама книга занимает, по-моему, 170, что ли, страниц Да, я прав, 178 страниц, но там в начале еще есть, типа, вступление такого То есть где-то 160 страниц, это сама книга Жуан Вилля Остальное, что интересно Вот тут вот Вот тут вот, сейчас попробуем показать А, не видно ничего, ну да В общем, короче, здесь содержится шикарный комментарий по тексту, который можно читать просто отдельно И самое главное, здесь содержатся статьи об одежде, об ордене ассасинов, о госпитальерах И куча ссылок на материалы Перевод хороший, там есть, конечно, нюансы в переводе, которые важны там именно конкретно реконструкторам Они их заметят, и можно будет посмотреть в оригинале, с которого переводили, и сравнить Про ассасинов говоришь? Да Про альтаиру там есть Вот Короче Часто спрашивают Это надо отдельным роликом писать Да В общем, почитайте, я думаю, вам будет очень интересно Если вы осилили первую книжку, осилили вторую Жуан Вилля Нужно, наверное, перейти к более легкому чтению и, возможно, погрузиться в некий мистический мир 12-13 века И мы переходим к какой-то желтенькой книжке Сверху которой, да Ммм, бессмертная классика Это довольно, кстати, свежая книга Это довольно свежее издание Вот так вот мы ее покажем Жак Легов Герой и чудеса средних веков Книжечка тоже небольшая Ну, видите, я специально подбирал вам такие книги, которые Легкие новеллы, так сказать Да Нужно понимать, что Легов скончался совершенно недавно В 2014 году Гражданин скончался Прожил он тоже замечательную жизнь Вот, смотри С 1924-го по 2014 год Почти сто лет То есть, ты понимаешь, он фактически как Жуан Вилль, только для 20-го века Вот, и Жуан Вилль примерно так же, как бы жил Молодец, дядька-то Прям молодец Итак, вот эта книга Нужно понимать, что 13-й век Это век, в котором суеверия, религиозные догматы И простая, бытовая, какая-то Ну, бытовые простые навыки смешиваются воедино И бытовая мудрость, она очень сильно перекликается с некими остатками традиций и обычаев И при этом у нас есть какие-то, например, такие вещи, которые переходят из века в век Например, история про Лиса Рейнара Про него очень многие все говорят, говорят, да А что же этот за персонаж, очень сложно При этом, как бы, большинство из вас, скорее всего, видели мультики, которые сделаны по мотивам этих сказок Смотрели диафильмы, комиксы видели Или даже целые рассказы написаны по мотивам сказок про Лиса Рейнара Это вот классический образ Ну, наверное, кто-то слышал про Тристана и Изольду, да Или про Карла Великого То есть это фигуры и персонажи и персонали Про которые, наверное, знает каждый более-менее образованный человек Но при этом никогда не задумывался о целостности образа И о том, где, как можно про них прочитать фактически в первоисточнике Вот, смотри, здесь что собрано Например, здесь рассказано Кто такие рыцари и что такое рыцарство в понимании XIII века Кто такой, например, единорог И что этот образ дает жителю XIII века И что он символизирует А что? А вот не будем рассказывать Блин Так же неинтересно Тут вот, понимаешь, тут даже рассказано про Артура внезапно Рыцарь, рыцарство Пьер Бананси точно определил проблему С которой связано изучение средневекового рыцарства Он писал В понятии рыцарства очень трудно отличить его мифологическую составляющую от реальной Именно миф Миф о рыцаре Влюбленном в абсолют и мстящем за обиженного Пройдя сквозь легенду и литературу В конце концов и через кинематограф Остался в коллективном мышлении Иначе говоря, тот образ средневекового рыцаря Какой сложился у всех нас сегодня Ничто иное, как образ идеальный В точности так хотела бы быть изображена сама рыцарская каста Вполне преуспевшая в утверждении такого своего облика С помощью труверов Продолжает Бананси Обращение к истории возникновения того или иного слова Всегда проливает свет на проблему И слово рыцарь или шевалье, шевальер Появляется в средневековом вокабулярии с опозданием Первоначально употреблялось слово Милес Обозначавшее на классической латыни солдата А позднее средневековье А в позднее средневековье Свободного воина Очевидно, что шевалье связан с лошадью Шеваль И рыцарь Это прежде всего тот, кто хотя бы имеет коня И умеет биться верхом В идеологии рыцарства Прилагательное шевальереско Было очень распространено Надо отметить, что слово это произошло от итальянского Кавалереско Которое вошло в язык в 16 веке В своем первоначальном виде А на французский было переведено только в 17 веке Термин ныне нейтральный Даже скорее позитивный Возник в довольно критическом контексте Если не просто в насмешку Он наводит на мысли о Дон Кихоте Лошадь рыцаря была, очевидно, лошадью особой породы Мощной, но непригодной для быстрой езды, охоты, битвы Так что она должна была весьма отличаться от грузных рабочих лошадок Которая постепенно распространяется по всему средневековому западу Это боевой конь То есть эта книга, это такие, знаешь, вот Реально, легенды и сказания, и сказки 13 века Книжечка очень маленькая То есть очень хороший шрифт, хорошая бумага 218 страниц Хороший, очень язык Вот мы из прошлой не читали фрагменты, да Ну и ладно, не будем перегружать Мы из последней книги обязательно прочитаем какой-нибудь фрагмент Я прочитаю И смотрите, вот эту книжку можно прочитать за два вечера То есть за один не успеваешь, все-таки материал там довольно много И картинок нет, к сожалению Там чуть-чуть совсем там картиночки попадаются Ну, видишь, вот, Лис Рейнар Вот Книжка читается просто на ура И самое главное, что ее можно, например, почитать с ребенком Почитал, ребенок заинтересовался Тут же полезли в интернет Взяли и изучили историю Вот, это третья книжка Дальше Мы внезапно познакомились там с рыцарством И что же такое рыцарство В предыдущей книжке мы узнали о крестовых походах И побывали даже в одном крестовом походе с Жуан-Виллем И задались вопросом Как же вообще началось это крестоносное движение И куда оно нас привело Давай фиолетовую книжку Мы отправляемся в конец Ну, собственно, мы отправляемся фактически в 11-12 века Это Фульхерий Шарский Иерусалимская история Это свидетель первого крестового похода Книга тоже великолепного издания Опять же, не пугайтесь Вот этот объем Это не вся книга Тут огромное количество комментариев Более тысячи комментариев Плюс тут сделаны объемные вложения, дополнения Всего книга где-то выходит Сейчас скажу 230 страниц Минус 30 первых страниц Где идет вводная часть И объяснение краткой биографии автора Ну, то есть 200 страниц Что круто Во-первых, это свидетель То же самое, как Жуан-Виллем Он фактически своими глазками и ножками посмотрел первый крестовый поход Он шикарно, просто, ну, великолепно описывает многие события Конечно же, поддерживая великолепное рыцарство и все деяния рыцарей Когда же Богу стало угодно завершить труд своего народа, который умилостивил его молитвами Ибо люди ежедневно с ними обращались к нему Он по милости своей позволил, чтобы через коварство самих турок город был тайно сдан христианам Послушайте теперь о самом предательстве, хотя оно и не было таковым Как-то раз Господь явился одному турку, коего избрал по своей милости И сказал ему Пробудись, спящий, повелеваю тебе сдать город христианам Изумившись ему, тот, однако, умолчал об этом видении Тогда Господь опять явился ему и молвил Сдай город христианам, это я, Христос, повелеваю тебе об этом Турок, раздумывая, как ему поступить, пришел к своему господину, правителю Антиохии И рассказал ему о видении Тот же ответил ему Глупец, неужели ты хочешь послушаться призрака? Турок вернулся к себе и хранил молчание И вот Господь вновь предстал перед ним и спросил Почему ты не исполнил то, что я велел тебе? Тебе не следует сомневаться, ибо я, повелевающий тебе, Господь всего Нисколько больше не колеблясь, турок стал благоразумно договариваться с нашими мужами Дабы они с помощью его хитрости заполучили город Уговорившись об этом, он передал своего сына в заложники господину Боемунду К нему первому он вышел для переговоров и первого склонил к оному делу В назначенную ночь этот турок по веревочным лестницам Пустил через вершину стены 20 наших воинов Тотчас были открыты ворота и ожидавшие этого франки ворвались в город Тем временем еще 40 наших рыцарей поднялись по веревкам И перебили 60 обнаруженных ими турок, которые охраняли башню Тогда все франки громко воскликнули Так хочет Бог, так хочет Бог Это был наш клич, когда намеревались совершить какое-либо доброе дело Автор очень круто пишет многие главы Беря главы Ветхого Завета, Нового Завета, Библии И начинает их немножко проводить параллели То, что он, короче, пишет юридическую базу фактически под крестовый поход Ну и, соответственно, там есть мифы, легенды, суеверия И реальные свидетельства о том, как, например, путешествовали в Святую Землю Об этом мы, кстати, подробно поговорим в отдельном ролике про путешествие в Святую Землю И там почитаем фрагменты из этой книги Вот, книжка тоже читается легко И прям поднимает настрой на то, чтобы хватать меч, одевать каску и отправляться в крестовый поход И переходим к последней книжке Это последняя книжка, да? Да, это будет финальная, пятая Дорогие друзья, хочу объявить тайное слово этого видео Тайное слово этого видео будет апельсин Пишите его в комментарии, если досмотрели до этого момента Спасибо вам, если досмотрели до этого момента Да, скумбрия хорошо зашла Да, было весело Я так и скумбрия, скумбрия, скумбрия Да, да, да И мы переходим к серьезной книжке История рыцарства Вот такой вот том На самом деле это очень старое издание Сейчас его практически не купить Это издание 2007 года Их было издано не очень много Но книжка очень красочная Много очень иллюстраций Хоть и черно-белок, бумага не очень Есть небольшие врезки цветного характера Вот так Да, даже что-то видно Ну в общем, короче В чем интерес? Вот в этой книге собрано несколько книг Жуз Джанруа Жозеф Франсуа Мишо То есть она под общим названием История рыцарства На самом деле здесь две книжки И нас интересует история крестовых походов За авторством Мишо Во-первых, он написал огромное количество крестовых походов От первого, если я не ошибаюсь Сейчас посмотрим До... Смотри, как это угла в то сколько? По-моему, до 18 века Да, путешествие в Святую Землю В 17-18 веках Заканчивается аж Вот она история крестовых походов Две половинки Нам интересны именно Жозеф Франсуа Мишо Он издается регулярно Издается в куче вариантов Там презентационные, простые Но Вот у меня просто эта книга Ее мне подарил Мой хороший товарищ Она у меня стала такой Любимой, настольной Зачитанной Видишь, там уже чуть потертой страницы То есть я много ее читал Вот такой вот замечательный том Сейчас в комментариях Тут же появится какой-нибудь гражданин И заорет Мишо устарел Нужно понимать, что Мишо писал Это в 18-м или в 19-м веке Я забыл уже, когда он там жил Неважно То есть он писал ее давно Но В чем важный момент Он писал Не просто историю Он писал Живую художественную историю То есть ты Когда читаешь Олицетворяешь себя С одним из участников Этого крестового похода И первого, второго, третьего И там С по-седьмого Да И очень сильно Им соболезнуешь Прям вот Когда у них там Какие-то трагедии Вот Нужно понимать, что Мишо Вот прям вот это чувствуется Он выступал На стороне Именно этих крестовых походов На стороне Значения Христианских Воинов Которые отправились Освобождать Святую землю И это очень круто Это очень романтический образ Да, там есть неточности С исторической точки зрения Но Если вы начинаете Осваивать историю Тринадцатого века Вы ее прочитаете Как художественную книгу Вдохновитесь Какими-то событиями Заинтересуетесь И уже возьмете Серьезную Литературу Даже это В литературном плане Это точно такой же Самый мейнстрим Как для многих Занимающихся Ранее в Средневековье Был фильм Тринадцатый воин Немедленно В Печенце Был созван Собор Где были и послы От императора Алексия На которых Было возложено Представить папе Картину бедствия На Востоке Больше двухсот Епископов И архиепископов Четыре тысячи Духовных лиц И тридцать тысяч Лиц светского звания Присутствовали На соборе Но ничего Не было решено Великое решение Состоялось На новом соборе Более торжественном И многочисленном Клермонтском Соборе Ваверни После многих Совещаний И преобразований Духовенства Об установлениях Касающихся Справедливости И человечности Был поднят Вопрос И о Святой Земле Совещание На котором Раздалось Слово Об Иерусалиме Было десятое По счету На соборе Оно происходило На большой Клермонтской площади Покрытой Несметными толпами Народа Где для папы Был воздвигнут Престол Петр Пустынник Заговорил первый Его голос Дрожал от слез Когда он Обратился к народу И слова его Произвели Потрясающее Впечатление После него Начал говорить Папа Урбан Который представил Зрелище Наследия Христова Позорное Порабощение Божиих Верных сынов Терпящих гонения И преследование Победоносных Варваров Угрожающих И христианской Европе Папа призывал Государей И народы Послужить Богу живому При словах Папы Слышны были Общие рыдания На его призыв К мужеству Воинов Толпа Отозвалась Пламенным рвением Перед Благочестивыми Душами В словах Папы Открылось Царствие Небесное Которое Предстояло Завоевывать А перед Чистолюбивыми Земные блага И царство Азии И подобно Грому огласил Клермонскую Площадь Крик Вырвавшийся Из сердца Несметной Толпы Этого Хочет Бог Этого Хочет Бог Здесь мы Только слегка Касаемся Действия Произведенного Речью Папы Только в Истории Крестовых Походов Можно видеть Торжественное Величие Зрелища Явленного Тогда Перед Христианским Миром Да Так Сейчас я тут Оп Вот смотрите Просто маленький Фрагмент Который Действительно Ну Очень ярко Показывает Стиль Автора Летописи Древности И новых Времен Не знают Битвы Столь Замечательной Как Эта Арсурская Битва Ведь Тут Встретились Храбрейшие Воины Европы И Азии Берега Ледара На которых Теперь Виднеются Только Черные Шатры Бедуинов И слышатся Робкие Шаги Пилигрима Держащего Путь К святым Местам Были Тогда Свидетелями Такого Героизма Какого Какого Не видел Граник О невероятных Подвигах Ричарда Эта Битва Могла бы Решать Участь Крестового Похода Если бы Победа Осталась За Солодилом Но крест Исчез бы Из Сирии Франки Не воспользовавшись Своим торжеством Но если бы Они продолжили После Преследовать Побежденного Неприятеля То могли бы Вырвать Сирию И Египет Из-под власти Мусульман Ну и смотри Фактически Целый Огромный Абзац Он Красиво Описывает То что Ричард Не стал Воевать И Ушел Из Не взял Сирию И Египет Ну как красиво Он пишет Действительно Да И Вся книга Написана В таком стиле Особенно Круто читать Про первого Второй Крестового Похода Ты там Прямо Такой Аааа С пацанами Валить неверных Ну и там Вообще Вот В чем еще Момент Книга Мишо Есть В прекрасной Русской озвучке Я Под видео Напишу В чьей озвучке Искать И она есть В интернете На самом известном Сайте Лицензионной Продукции Торрент Там ее Может скачать 630 мегабайт Счастья И послушать 10 часов Великолепной Просто книги Причем Человек Читает С шикарным Просто Таким Голосом Ощущение Что Тебя погружает Просто в атмосферу Мгновенно Плюс Самое главное Что звукрежиссер Там посидел Потрудился Сделал Отличный Фон Звуковой Блин А теперь Тоже То есть Понимаешь Подо что спать Да То есть Ты ее Ты понимаешь Ты ее включаешь Ты заступить не можешь Что там пацаны Что там пацаны Делают Он написал Действительно В таком художественном Стиле Что ты читаешь Как художественную Клигу Знаете Вот вы наверное Читали Джорджа Мартина Приквел Дом дракона По которому Снимают Вот там Двухтомник У нас вышел Выходил На зарубежном Варианте В одном томе В общем Пламя и кровь Называется Там Описано В стиле Исторического Такого учебника Но ты тоже следишь За персонажами Вот здесь Вот точно так же Шикарно Каждый персонаж Предстает не просто Фигурой на бумаге Он предстает Живым человеком У которого есть Чувства и эмоции И это великолепно Так вот Мы рассказали Про пять книжек И например Если вы Просто Хотите узнать Каков же был Тринадцатый век То читайте В том порядке В котором мы озвучили Если вам интересно Война Баттл Короче Вот Крест В святую землю Воевать Начинайте просто В обратном порядке И будет вам успех Да Вот И будет вам интерес Думаю Это такой Топ пять книжек С которых Можно начать Погружение В изучение Истории Тринадцатого века Да Как-то так Да Дорогие друзья Во-первых Максим Игоревич Огромное спасибо Что пришел Работаем Да Большое спасибо То что просмотрели Данный выпуск Не забывайте Про секретное слово Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на канал Вальтера Пишите Тоже Про какие книги Вам было бы интересно Про какие эпохи И прочие вещи Мы постараемся Их обозреть И рассказать Вам Всего вам доброго Дорогие друзья И по традиции Ави Мария Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья